МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Данилов, нашел что-то о камне? Нет. О, я нашла. Здесь написано, что камень прилеган к происхождению. Е, есть. Божий камень. А давайте попросим его на печаль. Он знает дорогу. Отведет нас? Давайте. Давайте. Итак, перед вами так называемый небесный камень, который здесь лежит много-много веков, а может быть, тысячелетий. Местные жители стародавние времена поклонялись этому камню, приносили, может быть, какие-то жертвы, видя даров, пищи и прочее-прочее. Перед военные годы, в начале, может быть, 20 века, вот по рассказам старожилов, здесь молодые люди устраивали встречи, здесь были праздники. Так, в год, в день Троицы летом здесь проводились празднества. Вот такая история. Еще существует тогда легенда, что этот камень был огромной величины. Якобы этот камень был виден в соседней деревне Плешково. Это в трех километрах отсюда. Вы можете представить, какой этот огромный камень был. Это может быть легенда, а может быть правда. Местные жители считают, что это небесный дар, что якобы этот камень упал с неба. Йен подарил местным жителям этот камень. Для чего, я не знаю. Может быть, для счастья, может быть, для удачи. Но существует такая версия. Это небесный камень, Йен из Попермятски. В 1962 году школьники Ошибской восьмилетней школы под руководством Ивана Никитичевича решили узнать размер этого камня. И вот летом группа школьников во главе с учителем начали откапывать этот камень. И вы теперь видите результат. Если раньше камень был наверху, на поверхности почвы, он теперь уходит, уходит вниз. И дальше обратите внимание, что слева и с правой стороны имеются сколы. Вот когда перестали поклоняться этому камню, исчезло трепетно отношение вот к этому небесному изделию. Тут начали откалывать. Вот смотрите, сколы здесь и справа. Оказывается, местные жители откалывали и использовали эти сколы для бань, для банных топок. Потому что, значит, я скажу следующее, что у пермяков бани топились по-черному, на каменку. Вот такая версия есть. Ну, еще обратите внимание, что вот рядом с этой штукой, с этим небесным камнем, имеются лунки. Их надо обязательно снять, да. Их много очень, понимаете. Вот особенно с восточной стороны. А они как будто веером, эти лунки. То большие, то небольшие. И еще, в этих лунках ничего не растет. Да, там нет никаких деревьев. Там нет никаких деревьев. Вот. Учителя Белоевской средней школы пытались взять пробу из этих лунок. Не знаю. Получилось у них что-нибудь? Не получилось, я не знаю. Дальше мы при помощи штырей решили узнать, что там внутри. Штырь уходит, и ничего там нет. Субтитры создавал DimaTorzok